В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях вторника. Запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Ухвал на закон. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета Церкви и религиозных организаций. Проверил ситуацию в сферах сельского хозяйства, образования и медицины. Президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом в Днепропетровскую и Кировоградскую области, о чем говорил с представителями общин. 24 миллиарда гривен выделило правительство на закупку беспилотников для армии и одобрило законопроект о новом виде войск – силы беспилотных систем. Украина – первое государство в мире, которое завершает комплектование этих войск. Производство и применение беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Китайские поставщики отказываются отправлять товары в Россию напрямую, а банки прекращают прием платежей из Российской Федерации. Украина готовится к новому учебному году, отопительному сезону и новому политическому сезону у международных партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Конгрессе местных и региональных властей. Клава государства подчеркнул важность продолжения переговоров с Евросоюзом и участия в этом процессе региональных общин. Украина должна на всех уровнях сотрудничать с партнерами в Европейском Союзе. Не только наше государство, не только центральная власть, но и общины. Это очень важно. Надо воспользоваться всеми преимуществами, которые дает процесс евроинтеграции. Это работа на уровне политического лидерства, на уровне наших государственных институтов и также на уровне каждой общины, потому что всем в Украине нужно надлежащее взаимодействие с Европейским Союзом. Также во время рабочей поездки в Кировоградскую область президент Владимир Зеленский посетил предприятие «Эльворти». В частности, он пообщался с сотрудниками завода, который специализируется на сельскохозяйственном машиностроении. Зеленский поблагодарил все предприятия за рабочие места и поддержку людей. По его словам, Министерство экономики и предприниматели обсуждают программы поддержки бизнеса. Глава украинского государства подчеркнул, что таких инициатив должно быть больше. Это очень важно для устойчивости Кировоградской области и всей Украины. А на встрече с участниками образовательной конференции Владимир Зеленский поблагодарил педагогов за то, что во время войны они сохраняют для детей возможность получать образование. Это один из приоритетов Украины. По его словам, власти уделяют много внимания организации обучения в режиме офлайн. Президент подчеркнул, вопрос создания инфраструктуры безопасности для учебных заведений является одним из самых насущных. В одной из больниц Киропьевницкого президент посетил раненых бойцов и лично вручил защитникам государственные награды. Также глава украинского государства осмотрел обновленный операционный блок, где в прошлом месяце завершили реконструкцию и добавили 9 операционных. 24 миллиарда гривен выделило правительство на закупку беспилотников для армии. Также Кабмин одобрил законопроект о силах беспилотных систем в ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он напомнил, что этот новый вид войск был создан по инициативе президента. Украина первое государство в мире, которое завершает комплектование этих войск. В производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 миллион дронов, 500 украинских компаний производят БПЛА. Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, асимметричные ответы и подходы. В этом залог нашей стойкости и будущей победы. 87 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Российская армия не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины. Но силы обороны Украины не оставляют захватчикам шанса прорваться и наносят им значительные потери. Наиболее активно противник действует на Покровском направлении. Российские оккупанты штурмуют украинские позиции в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого поля. Активные боевые действия продолжаются и на Торецком направлении. Противник атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное. Украинские защитники большинство атак отбивают. Враг сможет вплотную приблизить до Покровска, а упершиеся пригороды в промзоны, скорее всего, в этих пригородах и в промзоне Увязник, у него уже сейчас начинает недоставать соответствующих сил и средств, ресурсов для того, чтобы интенсивно продвигаться вперед. Темп его продвижения даже на самых успешных мерах для него участок составляет до 300 метров в сутки. Не настолько масштабно, как ему того хотелось. Тем временем, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении украинских войск на 28-35 километров вглубь Курской области. Военные уже контролируют 1260 квадратных километров и 93 населенных пункта. В свою очередь, командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Лещук демонстрирует работу авиации в небе над Курской областью. На видео украинский истребитель наносит удар управляемой авиабомбой по российскому подземному пункту управления. Те проблемы, с которыми сталкивается сейчас руководство российской армии на территории Курской области в рамках создания украинских сил обороны, поддарма, соответственно, еще и буферной зоны, это, конечно, неприятно для него, для Путина, его окружения. Недоразумение, но готов ли он тут сейчас рефлексировать на эту ситуацию, он же ее называет ситуацией, думаю, что нет. Он готов и использовать какие-то вспомогательные силы и средства, и снимать части подразделения с второстепенных направлений, дабы закрыть дыры в своей обороне, где и в Курской области. Еще один меткий удар по российским оккупантам. Воздушные силы ВСУ поделились кадрами атаки управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава захватчиков на Донецком направлении. Россиянам тут сейчас катастрофически не хватает не только материальных мест, но и людей присутствуют. Обратите внимание, срочники из Подмосковья и из Ленинградской области, срочники из Тюменской области, из Дальнего Востока сейчас в составе шалонов перемещаются на территории Курской области. Зачем? Чтобы погибнуть ради каких-то дивных желаний Владимира Путина. 1330 убитых российских военнослужащих за сутки – это как раз цена тех самых политических хотелок Владимира Путина. Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Дронами пограничники бригады «Месть» уничтожили десяток укрытий захватчиков. Четыре российских оккупанта ликвидированы, еще два ранены, выведены из строя техника, повреждены три гаубицы, пушки, многоцелевой тягач и легковой автомобиль противника. Потери России в войне против Украины превысили 601 тысячу. За минувшие сутки армия страны-агрессора недосчиталась 1330 своих военных. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили пять российских танков, 26 боевых бронемашин и 52 артиллерийские системы. Кроме того, силы обороны Украины сбили 55 БПЛА и поразили свыше 90 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Представителям Международного комитета Красного Креста не удалось получить доступ ни к одному украинскому военнопленному. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в проекте «Высокий кабинет». Он отметил, что неоднократно обращался международной организации «Красный Крест» и ООН по поводу отношения России к украинским военнопленным, особенно по фактам казней и пыток. Последний отчет ООН зафиксировал, что 95% военнопленных подвергались пыткам с использованием электрошокеров, специального оборудования для проведения пыток. На мой взгляд, именно Международный комитет Красного Креста обязан реагировать на подобные случаи. Он обязан осуждать Российскую Федерацию и искать методов, как, с одной стороны, в будущем не повторились подобные казни, публичные казни, а с другой стороны, сделать все, чтобы те представители российской власти, кто принимал в этом участие, понесли заслуженное наказание. К сожалению, я должной юридической реакции не вижу со стороны международных организаций. Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, связанных с Россией. Во втором чтении за такое решение проголосовали 265 народных депутатов. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Кроме одного пункта, согласно которому общины Православной Церкви Московского Патриархата будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ. Ухвал на закон. Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашего государства, ради наших людей. Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций поддержали решение украинского парламента. В своем заявлении они подчеркнули, что главной угрозой религионной свободы в Украине является российская агрессия, которая привела к тому, что были убиты десятки священников, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Принятие этого закона инициировал президент Зеленский. Мы категорически осуждаем деятельность Российской Православной Церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и освещает оружие массового уничтожения, а также открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор и самих украинцев. Мы утверждаем, что в Украине даже в условиях жестокой войны чтят религиозные права и свободы. Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, вследствие которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов, и цинично попирает установление Господа и элементарные нормы общечеловеческой морали. Из заявления представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. С начала полномасштабного вторжения России против более ста священников Украинской православной церкви Московского патриархата открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Половине из них уже сообщили о подозрении, а от 26 вынесли судебные приговоры. В частности, дело возбудили против митрополита УПЦМП Павла Лебедя. Его подозревают в разжигании религиозной розни и оправдывании агрессии РФ против Украины. Подследствием оказался и митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Его также обвиняют в разжигании религиозной ненависти. В то же время в Чехии призвали проверить деятельность Русской православной церкви. Председатель профильного комитета Сената страны отметил, что РПЦ в Чехии является ответвлением РПЦ Московского патриархата, который возглавляет патриарх Кирилл. Против него чешское правительство ввело санкции за оправдание агрессии России против Украины. Также в государстве действует православная церковь чешских земель и Словакии, независимая от РПЦ и вторая по количеству верующих. Но, по мнению комитета Сената Чехии, она попала под влияние российских силовых структур. Спецслужбам поручено расследовать, как Россия может использовать православные церкви в стране для незаконного влияния. Боеприпасы для Украины за российские деньги. Чехия закупит и передаст снаряды для украинских военных из доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернахова. Таким образом, есть возможность приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов, отметила чиновница. Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько снарядов таким образом сможет получить Киев. Но, по ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта. Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сберечь государственные финансы европейских стран. Яна Чернахова, министр обороны Чехии, соцсети ИКС. Еще четыре системы Airsteen. Германия до конца года обещает поставить Украине установки противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольганг Бюхнер. Также, по его словам, в Украину будут доставлены 10 зенитных установок Гепард, 16 самоходных Гаубиц, 10 боевых танков Леопард, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков. Германия остается абсолютно преданной, и канцлер дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо. И никто, особенно глава Кремля, не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства. Заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер. Литва начала строительство военной базы, чтобы разместить до 4 тысяч немецких военных у границы с Российской Федерацией. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание войск Германии со времен Второй мировой войны, пишет Reuters. По данным СМИ, база будет площадью в 170 гектаров и будет включать 120 построек, вертолетные площадки, полигоны, плацдармы, более 10 километров внутренних дорог. Строительство планируют завершить к 27 году. За неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых бортов, принадлежащих РФ. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы. Среди перехваченных самолетов Ил-20, Ту-22, Су-30, Су-35 и Су-27. Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство стран НАТО. Кроме Литвы, истребители РФ залетали также и на территорию Швеции и Финляндии. В таких случаях самолеты не имели ни плана полетов, ни включенного ретранслятора. На радиосвязи они также не выходили. Беларусь перебросил авиацию и войска ПВО на границу с Украиной. Об этом сообщает Associated Press. Также там разместили зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса. Об этом сказал командующий войсками противовоздушной обороны Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович. Напомню, 18 августа Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистам заявил, что почти треть вооруженных сил страны расположена вдоль границы. По его словам, это ответные меры, поскольку Украина якобы разместила там более 120 тысяч своих военных. У России истощаются запасы советского вооружения. Об этом говорят аналитики. Однако на складах еще достаточно старых танков, БМП и артиллерии. Что-то можно отремонтировать, что-то уже непригодно. Как оценивают состояние российского вооружения, смотрите далее. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с огромными запасами еще советского оружия. Но они истощаются, говорят как эксперты, так и издания «Экономист». Среди прочего, издания отмечают проблемы с артиллерией. Стволы гаубиц изнашиваются. Всего за несколько месяцев на участках фронта с высокой интенсивностью стрельбы. Мы не говорим, что Россия перестала производить стволы. Или что она перестанет это делать в обозримой перспективе. Мы говорим, что у России есть объективные ограничения на масштабирование этого производства. И то, что было у нее, там несколько десятков стволов в год она производила. Но она не может производить несколько сотен. В России два завода с австрийским оборудованием, с помощью которого производятся стволы. Последний станок завезли еще в 2017 году. Россия же свои подобные станки не производит. Каждый из заводов может поставить около ста стволов в год. С 70-х годов артиллерийская промышленность, советская, российская, на 100% зависит от австрийской компании GFM, которая производит радиально-ковочные машины. Синяя может построить завод и оснастить его для производства стволов, потому что ниоткуда оснащать, нет оборудования такого, нет людей. Поэтому она будет пытаться из того, что было, слепить там. Где-то какие-то станки там заберет или там каннибализирует. Из двух станков слепит один. Сейчас существует практика снимать стволы со старых буксируемых артиллерий для установки их на самоходные гаубицы. А издание Forbes отмечает, что российская армия начала использовать на фронте пушки 70-летней давности. Это 130-мм гаубицы М46, снаряды для которых в России не производят, а поставляют из Ирана и Северной Кореи. Подводя итог по ствольной артиллерии, я бы прогнозировал еще довольно длительный срок использования САО и гаубиц калибра 122 мм и постепенное снижение орудий калибра 152 мм. Уже сейчас Минобороны гордо отчитываются о массовом применении гаубицы М46 калибра 130 мм, для которой закупили партии снарядов из Ирана и КНДР. Что касается РСЗО, то аналитики отмечают серьезное падение запасов БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган». Тянутся складовые старые танки, потому что новых недостаточно. Основные типы это Т-72, Т-80, Т-90. Все они сейчас производятся, Т-90М полностью с нуля, а Т-80 и Т-72 восстанавливаются из корпусов, которые снимают с хранения. Им ставят новый двигатель, орудия, добавляют внешний обвес из динамической защиты и мангалы. Но темпов реконсервации Т-72 и Т-80 в 2022 году было недостаточно, чтобы быстро покрывать все потери российской армии. Поэтому со складов потянули и более старые машины, Т-62 и даже Т-54-55. По словам военного аналитика, Россия производит в год около 30 танков Т-90М, а с хранения сняли 2599 танков из более 6000. Танков Т-72 модификации Б на складах сейчас осталось лишь 47%, и большая часть — полный хлам, стоящий под открытым небом. А вот Т-72 модификации А гораздо больше, их почти не снимали. Я подозреваю, что из-за более старого двигателя В-46-6, к тому же пока Т-72А Урал незачем было снимать с хранения, ведь оставались Т-72Б, у него и защита получше. То есть Ашки — это такой резерв, и он сейчас в районе тысячи машин. Т-80. Сняты с хранения почти все. Скорее всего, они закончатся первыми, на складах остались лишь самые неисправные машины. Еще один резерв российского ВПК — танки Т-54 и Т-62, которых вообще огромное количество. Военный эксперт Ян Матвеев считает, чем быстрее начнут истощаться склады, тем больше будет экономить оружие армия. А все производство военной техники состоит из двух частей — восстановленной и новой. Третьи сутки не могли погасить пожар на нефтебазе «Кавказ» в Ростовской области. Горели 22 из 70 резервуаров с топливом. Они были предназначены для нужд российской армии. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным местных властей, пострадал 41 спасатель, 25 госпитализированы, 5 в реанимации. Местные жители жалуются на трудности с дыханием из-за черного дыма. Предприятие начало гореть утром 18 августа после атаки дрона. Импорт сырой нефти в Китай из России в июле упал почти на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Reuters. По данным главного таможенного управления США, общий объем поставок крупнейшему мировому импортеру нефти упал до самого низкого уровня с сентября 2022 года, поскольку низкая маржа переработки и низкий спрос на топливо ограничили работу государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов. Китайские поставщики отказываются поставлять товары в Россию напрямую. Они не хотят попасть в санкционные списки США и ЕС, поясняют эксперты. По той же причине китайские банки прекращают прием платежей из Российской Федерации. К чему это приведет и как Пекин с Москвой пытаются обойти ограничения, расскажем далее. Более 98% китайских банков отказываются принимать прямые транзакции из России, сообщает The Moscow Times. По данным издания, в мае-июне 2024 года локальные кредитные организации продолжали работать с российским бизнесом и платежи осуществлялись относительно стабильно. Однако с 20 июля расчеты фактически остановлены, а следом и компании из КНР отказались напрямую поставлять товары в Российскую Федерацию. Они требуют направлять поставки через третьи страны, чтобы избежать вторичных санкций. Отгрузить товар через третьи страны просят те поставщики, у которых нет возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки. Для таких поставщиков единственный вариант – получить деньги. Через другие государства, следовательно, должны быть и документы, что товар отправился туда. Екатерина Кизевич, генеральный директор российской компании-импортера из публикации издания The Moscow Times. Кроме финансовых и юридических сложностей, поставка китайских товаров в Россию через третьи страны создает дополнительные логистические проблемы. На формирование и обкатку новых маршрутов нужно время. Все это неизбежно приведет к росту конечной стоимости товаров и, как следствие, к сокращению объемов ввоза продукции. Общий объем торгов, общий объем внешнеторговых операций России и Китая составляет где-то около 320-350 миллиардов долларов в год. В то же время совокупный объем, например, торговли Китая-США более 750 миллиардов, а с Евросоюзом более 800. И когда мы говорим о более чем 1,6 триллиона долларов в год совокупных торговых операций со странами, которые ввели санкционные ограничения против России, естественно, Китай будет делать все для того, чтобы сохранить этот товарооборот. Чтобы попытаться обойти проблемы с банковскими платежами, Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле, пишет агентство Reuters. От этих схем отказались уже давно, но Москва и Пекин могут к ним вернуться, чтобы уменьшить внимание западных регуляторов к их двухсторонним операциям и ограничить валютные риски. Протез является выходом для инвалида? Ну, в какой-то степени да. Является это ли прямым замещением нормальной конечности? Категорически нет. Вот так и в этих отношениях. Любой бартер – это протез. Та система, которая сегодня выстраивается между Россией и Китаем – это протезы. Это ненормальное существование финансовой системы. Это ненормальная работа экономик. Россия сама себя загнала в санкционные ограничения. Ну, кто ж тут ей, извините, доктор. Финансовые отношения КНР и Российской Федерации неотвратимо деградируют, уверяют эксперты. Впрочем, для Пекина экономическое партнерство с Москвой никогда не было приоритетом, в отличие от торговли с Евросоюзом и Соединенными Штатами. По информации Bloomberg, недавно в Центральном банке Китая и Министерстве финансов США договорились назначить контактных лиц для разрешения возможных финансовых стрессов в будущем. Это редкий пример того, как две крупнейшие экономики мира стремятся найти точки соприкосновения. Поставки истребителей F-16 и усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с коллегой из Нидерландов. Также дипломаты скоординировали дальнейшие шаги по расширению глобальной коалиции в поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. 23 августа Киев планирует посетить премьер-министр Индии. Нарендра Моди сообщили в офисе президента Украины. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. В рамках визита состоятся переговоры Нарендры Моди с Владимиром Зеленским. Ожидается и подписание ряда документов. В последний раз президент Украины и премьер-министр Индии встретились на саммите группы Семи в середине июля. Детальнее в нашем материале. Для Киева визит Нарендры Моди станет очередной возможностью привлечь Нью-Делли к мирному треку Украины, заявленному на саммите мира в Швейцарии, уверены эксперты. Этот визит, он важный и для Индии, и для Украины. А также, возможно, будет и важным для России. С учетом того, что свое кредо и подход Нарендра Моди сформулировал во время общения с Путиным, когда он сказал, что сейчас не эра войны. То есть это говорит о том, что Индия, она хотя бы на уровне декларации и намерений провозглашает, что война несправедливо агрессивная России против Украины должна закончиться. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия придерживается нейтралитета. При этом премьер-министр государства впервые за пять лет посетил Москву. Визит пришелся на 8 июля 2024-го, в день, когда Украина была подмассированным ракетным обстрелом российской армии. В Киеве под удар попала детская больница Ахмадед. Тогда президент Украины так написал о встрече Моди и Путина. Российская ракета попала в самую большую детскую больницу Украины, нацелившись на маленьких онкобольных. Многие оказались погребены под завалами. Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как в такой день в Москве лидер крупнейшей демократии мира обнимается самым кровавым преступником в мире. Владимир Зеленский, президент Украины. В социальной сети X. Не поддержала Индия и резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию. Несмотря на то, что Нью-Дели декларирует поддержку санкционного режима в отношении Москвы, страна остается одним из самых крупных импортеров российской нефти. Однако давление США и активизация сотрудничества России и Китая вынудили Индию скорректировать вектор внешней политики. Имеет место такой индийский шпагат, очень масштабный. С одной стороны, Индия имеет огромный опыт сотрудничества сначала с Советским Союзом, потом с Россией, в том числе и в экономической сфере, и что является ключевым в военной сфере. С другой стороны, она пытается углубить военное партнерство с Западом. И сейчас, что касается, например, даже диверсификации продукции военного назначения, пытается проводить, закупать западные образцы, потому что уже сама видит, что зависимость от России излучальная в этой сфере. Индия все-таки понимает, что нужно заканчивать эти переговоры миром, и хочет на этом поприще стяжать себе лавры именно выразительных интересов стран глобального юга. Визит МОДИ в Киев – это заявка на более сильную позицию Индии, уверены эксперты. Нью-Дели может привлечь к украинской формуле мира страны глобального юга, а значит, на деле способствовать мирному процессу. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom и смотрите наше время в любое удобное для вас время. Найдете на странице интересный и важный контент. Сканируйте код на экране и переходите по ссылке. Ну а в этом выпуске я ставлю точку. Эфир «Фридома» продолжит Владимир Рапчун. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok